Гидрокостюмы, кислородные баллоны, специальные маски. Все как у настоящих дайверов. Перед первым погружением в воду с детьми работают опытные инструкторы. Ребята на зубок выучили все правила поведения под водой, а также знают жестовые сигналы аквалангистов. Погружение вызывает у детей неподдельный восторг. Они совсем не боятся подводного пространства и с интересом изучают новый для них мир. Во-первых, это интересно. Во-вторых, я считаю, что это развитие ребенка, в первую очередь, и в плане мышечном, и эмоциональном, и психическом развитии. Потому что ребенок познает другой мир. Он как бы все равно, ну, наше общение – это наше общение, а там все равно интересно. То есть он такого где еще увидит, как не в море. Расслабляются мышцы, то есть тонус уходит мышечный, то есть двигательная активность все равно повышается. Как бы это очень хорошо. На мой взгляд, это очень позитивно и как бы сильно влияет на развитие. Программа «Открытые сердца» действует все лето, пока море остается теплым. Дайвинг-центр «Акваглобус» уже несколько лет помогает в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам инструкторов, их главная задача – не столько научить детей всем хитростям профессии аквалангиста, сколько дать возможность попробовать нечто новое. Даже не в том дело, чтобы они научились, а скорее в том, чтобы они восприняли мир по-другому чуть-чуть. Все время с ними родители, они видят примерно одно и то же. Если у родителей хорошо со временем, они, конечно, развлекаются в парке, аттракционы. А это совершенно другое. То есть, во всяком случае, что-то новое. Даже для родителей это что-то новое. Не все же люди ныряют с аквалангом. Юным дайверам подарили маски для сноркелинга, плавания под водой без акваланга. Сейчас в центре «Акваглобус» планирует открыть курс обучения для детей с ограниченными возможностями, чтобы они могли получать сертификацию дайверов-аквалангистов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.